доброе утро всем у нас живопись и сегодня мы будем рисовать пейзаж у нас неделя пейзажи мне очень захотелось сделать его в круге маленький формат взяла чтобы это было такой миниатюрка красивенькая у нас будет с вами сегодня закат в лесу попробуем его сделать по мокрому это всегда такое но интересное занятие никогда не знаешь что получится я сейчас нарисовала круг и просто водой еще тоже важно чтобы это было просто вода чистая кисточка просто водой чистая кисточка я покрываю все вот это вот пространство которое я хочу если вы не хотите круглый сделайте на полный лист это все еще проще этот урок для тех кто думает что я вообще не умею рисовать никогда не рисовал поэтому берем самое такое простое готова моя серединка блестит она смотрите она блестит но не человека это на ней мокрая такой степени не не течет с ней ничего то есть она должна быть достаточно мокрая но не очень сильно а теперь я начинаю делать рассвет или закат и не знаю что у вас получится так сверху вниз мы идем самый верх я беру такой темненький вообще вот совсем фиолетовый такой можно даже взять кисточку и наверное так вот я беру кисточку и делаю вверх нашего небосвода теперь сколько хочется хотите больше закрасьте хотите вот так вот да вот как он захочется так и сделаем небо может быть любым вот запомните себе это небо вообще никому ничего не обещала поэтому но может быть таким каким вы его сделаете единственное в небе всегда вот есть такая у нас особенность что если желтенькое солнышко у нас на голубых облаках то вокруг все может позеленеть поэтому вот тут нужно быть аккуратным там где у вас желтый чтобы он был немножко разделен чем-то с голубым вот у меня фиолетовая часть я оставила немножко вот эти проблески я туда добавлю сейчас оранжевого смотрите как будет раз и оранжевый пойдет себе гулять как распускать красивенько так а теперь захотелось меня так могу я такие облака сделать теперь я возьму бордовый цвет гляньте какой яркий сочный и его сейчас разольем вот здесь вот под фиолетовым они хорошо пересекаются с остальными не торопитесь вот пусть вам ваша работа понравится так розовый хочу можно алого добавить нет значит можно вообще сразу там оранжевый мне захотелось немножечко алого такого сюда долить в этот закат так а теперь перехожу оранжевый вот отсюда и добавляю меня уже немножечко подсыхает но не буду добавлять воды потому что я дальше хочу еще вот здесь вот внизу поработать там с елками со всеми вот этими горами вот и мне нужно чтоб тут было суховато вы можете оставить просто подождать я я буду делать вот так так просто пока она вот такое мокрое она очень хорошо все между собой работает заливается небо одно другое переходит мы можем где-то вот здесь вот например сделать наше солнышко только смотрите какая штука его нужно сделать так чтобы это было самое светлое пятно у вас на картине можете даже уже переборщила давать я вот ну вот сюда он где-то сделал этот цвет остальное вокруг будет чуть темнее переход получается вот здесь вот вот она моя солнышко у меня будет я его очень сильно не хочу даже выделять вот пусть как она высветится так и будет вот-вот где-то вот такое потом лучше чуть-чуть можем беленьким вот так вот белая кошка или чем-то можем сразу сделать небольшие такие облака вот этот желтый выделить например я беру немножечко гуаши беленькой немножко желтого цвета смотрите и вот такими вот делаем эти облака чуть-чуть вот заметными вот сюда куда-нибудь сделаем когда солнышко подсвечивает все вокруг и там выглядит нарядно и мы можем на верхнюю часть вот красного на нижнюю часть красного добавить тоже подсветить вот эти вот кусочки неба так я немножко оставила край вот этот развивалась сейчас я его дальше веду и мы можем оставить его желтым можем добавить сюда опять там голубого оранжевого на нижнюю часть я оставлю вот здесь вот у меня будут какие-то горы так сейчас у меня тут дымка наверное такая вот будет небольшая я возьму синеватый цвет помним о том что он вполне может дать нам какой-нибудь зелень но так как у меня это город то придает я не буду возражать здесь ли у меня эти горы вдалеке будут немножечко зеленить ну и хорошо смотрите вот они сразу пошли такими лесами отлично пусть будет и я спускаю немножко этот тон я не набиралась сильно темный следующий я возьму потемнее можно тот же оттенок можно чуть более голубой и постараюсь сделать так чтобы у меня не совпадали вершины на смотрите чтобы не было так 1 2 3 а в разброс немножечко это вот я отсюда поведу вершину и она у меня будет такая плоскенькая готова так и я тоже сюда и доведу и она тоже вот становится такая как будто в тумане и внизу еще одну сделаю прям можно здесь уже там например сделать какой-нибудь там лес да вот смотрите для того чтобы сделать лес на такой нужно просто вот такими маленькими штрихами обозначить что здесь у нас что-то растет потому что но представьте если у нас горы такие маленькие да то какой же у нас тут лес должен быть но тоже малюшенький просто он чуть ближе поэтому его немножечко вот так вот приподнимаем в разных местах кисточку можете взять кисточку потоньше единственная вот просьба чтобы каждая предыдущая гора была у вас немножечко темнее тогда выглядит ближе то что дальше она будет немножко светлее ну вот где-то вот она вот так вот немножечко я подкорявила тут не бушка сейчас я его подравниваю вот так чтобы у меня кружочек мой был нарядники а теперь мы можем сделать какое-нибудь дерево вот которое здесь будет на первом плане я возьму тоненькую кисточку по-хорошему нужно подождать пока чуть-чуть подсохнет тогда будет вообще очень хорошо при таком свете дерево на переднем плане будет очень-очень темным даже давайте возьмем елку даже если она зеленая то я беру зеленый и например там черный или вот коричневый какой-нибудь и вот с ними буду работать сейчас то есть я не не делаю зеленый можно даже добавить того же фиолетового я поднимаю ствол ох нет это цвета слишком светлый так сейчас я возьму вообще фиолетовый вот этот вот мой и коричневый вот какой-то такой будет у меня елка закатная такая посмотрите подняла ствол да вот теперь такой нюанс если вам хочется чтобы эта елка была похожа на настоящую значит у нее ветки будут эти верхние чуть вверх потому так раскрываться раскрываться это вот скорее вот так вот такими движениями вот так вот так запомнили да я взяла фиолетовый и коричневый чтобы у меня был такой закатный цвет елки тут и зеленого вообще не нужно теперь я делаю более крупные ветки они уже сюда идут так и вот это вот часть там где ствол не забываем что ветки у нас у елки растут не только по бокам они еще в нашу сторону растут да и в ту поэтому там где вот вы начинаете что-то делать пойти тут погуще смотрите вот такими очень простыми движениями мы а я ее сюда до самого низа сейчас сделаю эту елочку нашу так как видите то что она у нас не зеленая не страшно и то что она не черная это тоже по моему хорошо потому что она ну как-то выглядит так очень закатно как будто освещено солнышком поэтому я вот сюда до самого низа до края доведу нашу елочку так ну готова можно если вам хочется опять же если вам хочется вы можете сюда добавить каких-нибудь облаков красивых ну вот например вот таких таких я беру белый беру желтый у меня получается любимый мой цвет неаполитанский желтый вот здесь вот добавляют таких вот облачков которые немножко меня солнышко закроют немножечко выделят только нужно обязательно чистую кисточку потому что если кисточки будут грязные то ничего не получится ничего не получится ну вот такое например может быть облака вверх тела кучеревики а низ оставляю оставляю как будет и вот здесь вот и он опять уходит вот так вот вниз здесь можно там парочку каких-нибудь завитушек поставить так 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 и готова вот такой у нас получился пейзаж все подписываем работу всем хорошего дня обнимаю жду вашей работы пока